Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов Чарльз Генри Джозеф Кордье Африканская Венера 1851 год бронза золота 39 на 20 Чарльз Генри Джозеф Кордье принадлежал числу тех скульпторов, искусство которых связано с культурно-этнографической тематикой. Его работы зачастую носили остросоциальные характеры и были отмечены реалистическими поисками формального воплощения. Впервые воятель представил свои гипсовые следки на суд парижскому зрителю в 1848 году, в год отмены рабства во всех французских колониях. Кордье выбирал в качестве модели выходцев из стран африканского континента, стараясь обратить внимание общественности на политическую подоплеку творчества. Эти бюсты завоевали невероятную популярность. Мастер выполнил их бронзе. Облик Африканской Венеры далек от классических канонов, утверждавшихся традиционным искусством. Автор подчеркивает выразительность грубого лица и сутловатую осанку, резко выявляя типичные черты народа. При этом чистая и ясность силуэта и своеобразная грация образа говорят о том, что он ищет прекрасное не в поверхностно-идеальном, а в предельной жизненности мотива и гордом достоинстве расы. Такая позиция отвечала требованиям времени, так как намечалась тенденция критики академизма с его притомностью и бессодержательностью эстетикой. Кордье утверждает ложность мифа, о вечном эталоне красоты, основанном на античной стилизации и показывает значительность человека вне иерархических и рациональных категорий. Вот такое описание к работе Африканская Венера Чарльз Генри Джозеф Кардье, 1951 год. Я нашел в интернете текст по книге Великие Музеи Мира. До свидания.